Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, программа «По существу». И сегодня у нас в студии глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Здравствуйте, Леонид Ильич! Здравствуйте! Леонид Ильич, приближается наш самый любимый праздник – День города Чебоксары. В этом году столице Чуваши исполняется 547 лет, а буквально через три года мы будем праздновать такой очень серьезный, очень приятный юбилей – 550 лет столице. И, насколько я знаю, в общем, об этом знают и все чебоксарцы, существует очень объемный план мероприятий и дел, которые нужно успеть выполнить к 550-летию. Вот к 547-летию. Что уже удалось сделать из этого графика и вообще, как сегодня развивается столица республики? Хочу отметить, что благодаря тесному взаимодействию с республиканскими органами власти у нас бюджет города сохраняется на уровне прошлого года. Это и собственные доходы. А самое главное для нас важно – это поступление вышестоящих бюджетов, поступление бюджета республики, поступление федеральных средств по программам. Оно идет, оно в полном объеме. И мы отмечаем, что многие социальные объекты в городе сдаются. Если посмотреть по объектам, то те запланированные сдачи объектов ко дню города, они планомерно будут сдаваться. И, конечно же, есть проблемы по некоторым объектам. Я думаю, что они постепенно решатся, и все объекты запланированно будут сданы. Какова в последние годы инвестиционная активность? Как ее можно измерить в цифрах чебоксара? Инвестиционная активность действительно в городе высокая. Если посмотреть по разным объектам, я еще напоминаю, что это, конечно, помощь республиканскому органу власти, поддержка города главой республики Михаил Васильевичем Игнатьевым. Это, конечно же, ощущается. Мы видим, что строится значительное количество детских дошкольных учреждений. Буквально за четыре года в городе построено и реконструировано 16 детских садов. Спортивные объекты строятся. Сдан физкультурно-оздоровительный комплекс при Спартаке. Сдан плавательный бассейн по проектам «Единая Россия», 500 бассейнов «Единая Россия». Это бассейн педагогического университета. Ледовый дворец сдан. Это, конечно же, такой серьезный объект для города Чебоксары. Ненужный объект города Чебоксары. Сдан целый комплекс по маутинбайку. Здесь и два бассейна, детские и взрослые. Четыре многофункциональных зала. Тренировочная база для велосипедистов. Парки 500-летие. Очень современные, востребованные спортивные учреждения города. В перспективе готовится сдача по биатлону. Готовится к сдаче физкультурно-оздоровительный комплекс по Егерскому бульвару. Школьный настольного, Дениса. Физкультурный комплекс. И многие другие спортивные объекты. Ну и реконструирован стадион Олимпийский. В рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2017 году также средства получает стадион «Спартак». Федеральные средства на реконструкцию и подготовку спортсменов чемпионата мира по футболу. И для нас это важно. Вот эти строительства спортивных объектов. Ну и если посмотреть по аварийному жилью. Мы, те дома, которые попали под аварийное жилье до 1 января 2012 года, а их у нас в городе 265 домов практически, они 1 сентября 2017 года все будут переселены. Сейчас идет активная работа. И для нас очень важно. За последние годы мы смогли переселить. И как никогда это дети-сироты были выделены квартирой. Практически все участники Великой Отечественной войны получили квартиры, кто в этом нуждался. И для нас это очень важно. Там остались практически единицы. Ну это решение судов. И они тоже будут удовлетворены. Многодетные семьи. И, конечно же, вообще строительство жилья. Если посмотреть, в прошлом году рекордное количество жилья в городе Чебоксары. Более 400 тысяч квадратных метров жилья. А здесь, конечно же, доля есть и по социальным программам строительства жилья. Глава республики Михаил Васильевич Игнатьев ставит задачу перед строителями, перед администрацией города Чебоксары, чтобы больше в городе строились жилья эконом-класса, чтобы она доступна была. И по этой программе сейчас активно работают наши строители, строительство жилья эконом-класса. И мы видим, что в этом году, конечно, мы сдадим чуть меньше жилья, но те 17 строительных площадок, которые сейчас в городе есть, они комплексно осваиваются. И мы видим, что в городе количество строительных кранов не стало меньше по сравнению с прошлым годом. У нас есть и задел на перспективу. И, конечно же, если будет покупательная способность у наших горожан и гостей нашей столицы больше, то объем строительства, конечно же, увеличится. И для этого созданы все условия для работы строителей. Построили 16 детских садов. Это, конечно же, и республиканский бюджет, и федеральный бюджет, участвуют в программе детские сады детям. Но мы также сейчас попали в федеральную программу строительства школ. И по этой программе, конечно же, в городе Чебоксары планируем построить, реконструировать не менее 10 школ. И в этом направлении интенсивно ведется работа совместно с республиканскими органами власти. Сейчас идет строительство школы на 1100 мест по микрорайоне Гладково. В перспективе строительства школы Волжском 3, в перспективе строительства школы в микрорайоне Богданка последовательно, ну и школы Кадетской школы, микрорайоне ДК тракторостроителей. Вот четыре школы в перспективе, они последовательно будут в эти же годы. Бюджет Чебоксар финансово осилит такую нагрузку? Конечно же, бюджет не рассилит. Здесь федеральные средства участвуют в программе, поддержка республиканского бюджета. Конечно же, и городской бюджет участвует. Ну и что касается лицея Лебедева, сейчас идут там интенсивные работы, подрядчик в три смены работает, значительное количество потянуто. Здесь планируется в перспективе принять не менее 500 детей начальных классов. Вот практически это для микрорайона Юго-Запад разгрузит, и меньше будет обучающихся детей во второй смене. Изысканные средства, 25 миллионов. Надеемся, что оставшиеся средства мы изыщем. Этот лицей в этом году запустится. Леонид Ильич, а какова судьба поликлиники, бывшей поликлиники электропаратного завода в центре города? Что касается медицинских учреждений, в этом году, в сентябре месяце, планируется сдача хирургического корпуса онкодиспансера. Это очень важно для жителей нашей республики, для жителей нашего города. Ну и что касается поликлиники, бывшей поликлиники электропаратного завода, здесь планируется строительство многофункциональной поликлиники, где будет и детское население обслуживаться, и взрослое население. Строительство этой многопрофильной, многофункциональной поликлиники начнется уже в этом году. Средства предусмотрены в бюджете республики уже в этом году. Леонид Ильич, у меня больше вопросов нет. Может быть, вы что-то хотите сказать телезрителям? Дорогие горожане, я приглашаю вас на празднование Дня Города, на те мероприятия, которые будут проходить в городе 19-20 августа. И, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с нашим любимым праздником, с Днем Города, дорогие горожане. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был глава города Чебоксара Леонид Черкесов. Спасибо за внимание, всего доброго, и до встречи на Дне Города. Редактор субтитров А.Семкин